Здарова! Мне конечно говорили, что японцы технологически опережают большинство стран, но только теперь я в это окончательно поверил. Принцип прост. Во время движения затвора щетка совершает поступательные движения и чистит вам зубы. Для этого вам понадобится скотч, зубная щетка и автоматический пистолет. Все бы ничего, но только такой способ вычищает не только зубной налет, но и остатки разума. Я так понял, главная идея в том, чтобы успеть почистить зубы до того, как приедет полиция. Хотя метод хорош. Если девушка не хочет с ним целоваться, он просто начинает чистить зубы. Ей уже нравится целовать парня с парадонтозом, лишь бы не собирать гильзы. Возможно, это первое испытание для вступления в ряды якудзы. Ведь две обоймы отлично справляются как и с должниками, так и с кариесом. У людей есть выражение «сыграть в ящик», а у котов, наверное, «сыграть в коробку». Правда, судя по видео, кот чувствует себя прекрасно. И я думаю, что хозяйка мазохистка. Кот ее охренеть как напугал, она заново питомца дразнит. В принципе, нерадивого котяру можно отучить прыгать в коробку. Стоит только ее поджечь. Слушайте, а может такой коробкой можно не только котов завлекать, но и симпатичных кисок? Ну а когда кот уже в коробке, у него есть старый проверенный способ снять ее с себя. Лунная походка. Что делать, если твой отец барабанщик? Доставить папе удовольствие дать себя отлупить. Как вы поняли, это не только интересный способ бить сына, но еще и полезный массаж. Кстати, кажется, что мальчику года 3-4. Но если промотать дальше, то поймешь, что это не так. Да он еще в подгузниках, а отец уже такое вытворяет. Или батя просто уже хорошо натренировался. И знает, какие будут последствия, если не надеть на парня подгузник. Так сказать, мальчик тоже музыкальные звуки издает. Вообще, неплохой способ заработка может получиться. Тут главное не увлекаться и как гитариста не ломать после выступления свой музыкальный инструмент. Интересно, что будет, когда мальчик вырастет? Можно будет уже музыкой потяжелее играть на нем. Правда, тут главное не переборщить. Что я наделал? Интересно, а если в сына дуть, то получится тромбон или флейта? И куда надо дуть, чтобы из него что-то получилось? А сейчас кулинарная минутка. Берите блокнот и записывайте ингредиенты. Сковорода, масло и живые сосиски. Да это же автоматизированные сосиски с функцией обжарки с четырех сторон. Мечта всех холостяков. Давай еще. Газов. Поехали. Треснуло, блядь. Скорее, что прокомол. Ну, давайте, ровно, блядь. Разрешенные ГМО, говорите? Ну-ну. Походу, сосиски в прошлой жизни были настольным маятником. Может, это не сосиски, а дом шатается из стороны в сторону? Капитан, наш дом попал в шторм! Задрать порточки! Закрыть занавески! Лево руля! Кстати, вы заметили, что сосиски подчиняются голосу оператора? Ну, давай, погнали обратно. На исходную, блядь. Он что, телепат-гипнотизер? Тогда готовка для него одно удовольствие. А ну! Вот так! Бум!